Юный барабанщик Есть закон театра. Царя играет окружение. Царь всем по себе, в данном случае, человек популярный, он не может играть свою популярность. Его популярность играет окружающие его люди. Как это выглядит? Если он на каждом шагу услышит в течение даже одного года, что он гений, что он венгаркин, что он не такой, как другие, он воспринимает это как должно. Он воспринимает как должно, что есть какие-то благи. Одного, второе. И потом эти дела вдруг становятся меньше, когда они вообще исчезают. И тогда человек совершенно не подготовлен к этой жизни. Он еще живет по инерции того, что он что-то с собой представляет, а уже это все прошло. Все ждали его появления в песне «76». Однако он не появился. Ни в «76», ни в «77», ни в «78». О его дальнейшей судьбе не было никакой информации. Как и было принято, официальная пресса тех лет хранила гробовое молчание. Ходили самые невероятные слухи. Среди них и слух о внезапной смерти русского Робертина Ларетти. Не дражните собака, не гоняйте кошек. Не жалейте для птицы ни серна, ни крошек. И тогда в разм χах, песенкой разбутят. Отрапайте и кусать, отравте и кусать. Вас никто не будет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Вот тот Серёжа Парамонов, он ещё жив? Вы чувствуете себе что-то от того Серёжи Парамонова? Нет. Когда я шёл из хора, и вдруг разнеслась такая молва, что солист детского хора Серёжа Парамонов разбился в автомобильной катастрофе, или в авиакатастрофе, или там что-то убили от распаления лёгких, умер. Родители моих закидали письмами, соболезнованиями, даже писали о том, что нужно мне памятник поставить. Памятника не вышло. Правда, бюсты сделали в Ленинграде. Солист назывался, да. И так получилось, что вот это вот, видимо, сплетня о том, что я умер. Я сам для себя действительно тот Серёжа Парамонов, который пел в детском хоре, он для меня умер. У вас был период какого-то декаданса, моменты, когда вы уходили в длительный запой, в пьянство. Отчего вы убегали? Ну, во-первых, если говорить о пьянстве и запое, наверное, стоит рассказать, как это происходит, потому что это самое страшное. Это самое страшное. Независимо от того, человек популярен, чем бы он ни занимался, слесарем, там, артист, не знаю, там, рэкет, там, что угодно. Любая профессия. Это болезнь, я считаю. Это страшная болезнь. И я не уходил от этого. Я прекрасно помню как раз вот тот период, я пришёл в училище уже после хора. Мы, ребят, у нас было немного. Я не хочу называть там поимённых всех, но это ребята, которые сейчас звёзды. Вот. И обычно заканчивались лекции. Мы брали там что-то из вина, мне они брали. Вот, потому что постарше меня были, они уже попивали. Мы находили вечером класс, поскольку свободнее было училище. Ну, брали, не помню, там, водку я не пил, там, сухое, там, что-то такое. Ставилось это всё на два фортепиано, эти бутылки, стакан. И вот ребята начинали играть. Я понял, что если там что-то я в этом детском хоре что-то там достиг, то здесь я просто для себя был и понял, что я полную ноль. И потом, когда открываешь утром глаза, оказывается, тебе надо выпить. Оказывается, что когда ты выпьешь, тебе становится легче. Почти 10 лет он находился на границе жизни небытия, на грани рассудка и безумия. Он говорит, что не жалеет ни о чём и не обвиняет никого. Так случилось, что в его жизни падения было больше, чем взлётов, а везения больше, чем неудач. И ещё потому, что он знает теперь один секрет. Я понял, что я был искренен. И вот то, что я сейчас делаю, вот единственное, что мне оттуда помогло, то, что я сейчас делаю, я понял, что нужно в музыке, вообще в творчестве, должна быть прежде всего искренность. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok